День Города До 1 декабря в Федеральной налоговой службе напомнили об уплате имущественного налога. После 40 жизнь только начинается. Расскажем о необычном рязанском спортсмене. Сегодня здесь начинается новый этап с новым руководителем. Такими словами глава региона Павел Молков представил нового исполняющего обязанности ректора РГУ Игоря Мурога. Подробности далее. РГУ имени Есенина это стратегически важный для области ВУЗ, заявил губернатор Рязанской области Павел Молков. Здесь готовят специалистов по большому количеству направлений для отраслей, которые составляют основу региона. Павел Молков выразил надежду, что РГУ не только сохранит все свои традиции, но и будет развиваться дальше. Задача же для нового ректора Игоря Мурога – традиции эти не только сохранить, но и усилить работу ВУЗа. В первую очередь, мы об этом уже сейчас говорили, в вопросах закрепления выпускников у нас здесь в регионе. Нам также повышать качество образования всегда и внедрять новые современные методики обучения. Задач впереди очень много. Все они важные, все непростые. Преподавательский состав здесь очень сильный, я это точно знаю. И дальше престиж университета должен только укрепляться. Опыт управления высшими учебными заведениями у Игоря Мурога есть. Это и Челябинское высшее военное автомобильное училище, Новосибирское высшее военное командное училище и Рязанский институт, филиал Московского политехнического университета. Хочу поблагодарить руководство региона, Павла Викторовича лично, за оказанное доверие. Но я прекрасно понимаю, доверие, ответственность, это серьезная ответственность, которая налагается на меня как на руководителя вуза. Я прекрасно понимаю, даю себе отчет, что вуз Рязанский государственный университет прошел хороший путь в развитии. Он развивается. Но вижу, что нам есть куда расти, расти вместе, есть куда двигаться. Вижу пути решения. Главное настроиться на сложенную работу, добавил Игорь Мурог, потому что важно, чтобы коллектив работал, цитата, в едином порыве и на результат. Работать будет и сам, чтобы быть примером самому важному человеку вузе, так Игорь Мурог назвал студента. Но сделать все это можно только при поддержке коллектива. Вуз базовый, классический и уверен, что он будет двигаться, продолжать двигаться вперед, развиваться. И мы вместе, вот этой нашей командой, сможем делать наше образование, региональное образование лучше и еще лучше. Мы действительно сможем выполнять те задачи, которые перед нами стоят. По закреплению кадров, по подготовке кадров, по наполнению нашей региональной экономики. Павел Малков добавил, что теперь новому руководителю вуза предстоит большая работа. Все же РГУ – это один из ведущих университетов региона. И ему предстоит не только подтвердить свой высокий статус, но и взять курс на новое развитие. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Федеральной налоговой службе по Рязанской области подвели предварительные итоги по уплате гражданами имущественных налогов в Рязанской области. Срок окончания 1 декабря. О текущих поступлениях налогов в областной бюджет и работу с теми, кто не уплатил срок, расскажем далее. Общая сумма имущественных налогов физлиц за 2021 год составила почти 2,9 миллиарда рублей. Налоговые органы региона сформировали больше полумиллиона налоговых уведомлений. В этом году 40% от общего числа была выгружена пользователями личного кабинета налогоплательщиков. По состоянию на 28 ноября 2022 года физикими лицами уплачены имущественные налоги в размере 2,48 миллиарда рублей. Из них поступления по налогу на имущество физических лиц составили 914 миллионов рублей. С ростом на 159 миллионов рублей или на 10% к уровню прошлого года. По транспортному налогу физических лиц поступления составили 797 миллионов рублей с ростом на 17 миллионов рублей. Поступление земельного налога физических лиц составили 337 миллионов рублей с темпом роста 14 миллионов рублей или 4%. По состоянию на 28 ноября собираемость налогов составила 61%. Показатель прошлого года УФНС опережает на 1,5%. Напомним, оплатить имущественный налог нужно до 1 декабря. Есть случаи, когда налоговое уведомление не формируется, не направляется в адрес налогоплательщиков. В этом случае беспокоиться не нужно. Это два таких случая. Прежде всего, в том случае, если по всем объектам предоставляется налоговым органам льгота, то есть сумма налогов по плате равна нулю, либо в том случае, если сумма всех налоговых обязательств по налоговому уведомлению менее 100 рублей. Если уведомление так и не поступило, следует обратиться либо в налоговую инспекцию, либо в МФЦ. Если этого не сделать, то такому неплательщику направят уже другой документ – требование об уплате по образовавшейся задолженности. В этом году уже оповестили почти 200 тысяч должников. Если они и на эти уведомления не отреагируют, то деньги будут взыскивать принудительно, с применением мер, вплоть до ограничения таким должникам права выезда за границу. Этот налог для города очень важен. Более 14% в собственных городских доходах бюджетных он составляет. Мы ожидаем, что в этом году по сравнению с годом 2021 налогов имущественных будет собрано больше. При этом подчеркну, что налоговая нагрузка на каждого жителя города не изменилась. Но вот объектов, которые подлежат налогообложению, стало больше. В управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области напомнили, как можно оплатить имущественные налоги. Сделать это можно через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, через мобильную версию этого приложения, с помощью онлайн-сервиса «Оплата налогов и пошлин», а также в банкоматах и отделениях банков. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие продукты к вашему столу. До 3 декабря можно приобрести УТЦ «Премьер». В обществе долгое время было принято думать, что к 40 годам человек проходит пик своей активности. Но примеров обратного все больше. Офицер, выступающий спортсмен, тренер, судья соревнований и многодетный отец. Сергей Сорин рассказал нашей съемочной группе, как ему удается успевать все. Высокий, широкоплечий Сергей Сорин словно книжный образ русского офицера. Уже с внешней стороны. Старший преподаватель кафедры он не оставляет ни собственных тренировок, ни выступлений. В начале ноября вернулся с титулом чемпиона с чемпионата России по универсальному бою. Универсальный бой – прикладной вид спорта. Сначала спортсмены преодолевают полосу препятствий, а затем выходят в ринг. Свою спортивную карьеру Сорин начинал с легкой атлетики. Потому полоса препятствий, по его собственному признанию, оказалась сильной стороной. После он увлекся самбо, дзюдо и по сей день постигает грани единоборств. А курсантам подает пример. Для некоторых курсантов это определенный стимул, когда они видят перед собой преподавателя. У нас очень многие не верят в себя, и курсанты, и вообще в целом молодые люди, в плане своих физических возможностей. И особенно не верят, что можно в каком-то возрасте, который для них еще кажется большим, и можно показать результаты спортивные. Мне кажется, они здесь, когда видят перед собой примеры, они очень положительно к этому относятся. И сами подтягиваются. Стереотипы ломаются однозначно. Совмещать службы и спорт непросто. И тому, и другому требуется посвящать немало времени. Но пока Сергею это удается. К тому же немало планов. Например, в следующем году он планирует выступить во всех соревнованиях по универсальному бою, а также осваивает выступления по ветеранам в дзюдо и самбо. Надо сказать, сегодня в Академии стараются создать благоприятные условия для спортсменов, особенно профессионалов. У нас очень сильные лыжники, очень сильные борцы, очень сильные спортсмены рукопашного боя. И с каждым годом мы набираем обороты в таком виде, как плавание. Спортивная подготовка в ведомственном вузе занимает очень важное место. Человек в форме, в нашем представлении, это человек физически подготовленный. И пример Сергея Сорина тому подтверждение. Ноябрь в этом году запомнится снегом и морозами. Характерная для зимы погода пришла на 2-3 недели раньше, чем ее привыкли ожидать. А что же нам готовит начало календарной зимы? Расскажем далее. Климатическая зима, о скором наступлении которой ранее предупреждали в своих долгосрочных прогнозах синоптики, властвует уже почти на всей территории Русской равнины. За исключением южных регионов страны, всю Россию сковали морозы и засыпало снегом. Как объясняют специалисты, столь ранний приход зимы в этом году связан с быстрым охлаждением Мирового океана, спровоцировавшим ускоренную циркуляцию холодного воздуха, который стремительно спустился вниз к нашей планете. В результате оледенение распространилось почти по всему северу и востоку Европы, накрыв и нашу страну. И как прогнозируют метеорологи, это только начало, еще цветочки. Ну а ягодки ожидаются в декабре 2022 года, когда в Российской Федерации наступит уже календарная зима, первый месяц которой может стать самым холодным за всю историю метеонаблюдений за погодой в России. Первые дни зимы погода на территории Рязанской области будет определять обширный холодный антициклон. Атмосферное давление будет стабильно высоким, без существенных осадков. Юго-восточные и восточные ветры продолжат понижать температуру воздуха. Температура воздуха 1 и 2 декабря ночью минус 15, минус 10 градусов, местами по области до минус 18 градусов. Днем температура воздуха минус 10, минус 5 градусов. Ночью 3 декабря температура воздуха минус 13, минус 8 градусов. Днем минус 9, минус 4 градусов. Среднесущная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Дорога к Гололейце. Морозное начало календарной зимы 2022-2023 ждет весь Центральный федеральный округ. По прогнозу синоптиков, минус 20 днем и почти 30 градусов мороза ночью будет в предстоящем декабре в Москве, Подмосковье, Твери, Калуге, Ярославле, Рязани, Владимире и Туле. Ближе к Новому году возможно распогодится. Но что это произойдет точно, метеорологи не обещают. По крайней мере, пока. Сезон простуд и вирусов как никогда заставляет нас пересмотреть рацион и сделать выбор в пользу укрепляющих иммунитет и здоровье продуктов. Неотъемлемой частью такой диеты, как говорят специалисты, является морская рыба. И приобрести высококачественные и свежие дары моря в Рязани можно у торгового центра «Премьер» на выставке продажа «Икра и рыба камчатская». Вот уже больше года торговая точка выставки «Икра и рыба камчатки» у торгового центра «Премьер» полюбилась жителям Рязани и области. Ассортимент – более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабосоленая. Чивыча, омуль, тунец, белорыбеца, а также натуральная икра. Постоянные покупатели ждут выставку. Интересный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, Б, фолиевой кислотой. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Второй раз я только икру. Очень хорошая. Я не люблю в банках, потому что там неизвестно что. А здесь вот, ну мне нравится. Ну я уже брала, да, и поэтому я. Я болела, брала я тогда, когда я болела. И очень тяжело. И я что-то каких-то лекарств не пила. Купила икры, наелась, я рублей на 500, наверное, сразу съела и пошла на поправку. Не первый раз приобретаю икру. Качество, ну соответственно цены, качество вполне достойно, будем так говорить. Икра вкусная, свежая, видно, что свежая. Это прям по вкусу. Икра крупнозернистая, слабосоленая, а самое главное, свежего улова придется кстати на праздничный стол. Зернышко к зернышку. Именно так описывают деликатес покупатели. Одно из главных преимуществ рыбы на этой выставке, то, что она натурального приготовления. Коптится на веточках ольхи, вишни и яблони. Это позволяет сохранить ее полезные свойства и придает особый вкус. И палтус, и белорыбец, и красная икра вкусная. Не то, что в магазине продают в баночках. Икру, рыбку красненькую, вкусненькую. Почему здесь покупаете? А потому, что всегда вкусная и свежая. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер». Рядом с центральным входом. Она проработает до 3 декабря включительно. Приятного аппетита. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 28 ноября по 3 декабря. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин